Итак, коллеги, в нашем узком кругу давайте начнем очередное заседание семинара. Тема физико-математические основы инерциальной навигации. Докладчик Василий Федорович, о котором мы уже наверняка слушали. Наверное, не будет здесь время. Большое спасибо. Итак, доклад он называется «Физико-математические основы инерциальной навигации». Руководители семинара помнят, что я выступал с тремя докладами в прошлом году. Тема называли, соответственно, квадронионы и биквадронионы. Второй доклад был «Теория групп», «Гиперкомплексное представление групп». И третий доклад назывался «Теоретика групповая постановка задачи инерциальной навигации». То есть это была серия связанных друг с другом докладов. Ну и поскольку здесь стоит 2013 год, я поясню, что, собственно, на основе тех трех независимых, в общем-то, докладов, но представляющих собой мини-спецкурс, был сделан на основе такой презентации доклад, который включает материал, тот, который был рассказан на тех трех лекциях, может быть, где-то сокращенно, и плюс еще добавилось введение, как отдельный, в общем-то, раздел к этой презентации. Буквально через месяц уже эта презентация и текст был готов, и я начал выступать в разных местах с этим докладом, уже в виде одного доклада, а не серии из трех. В том числе и на физтехе, на кафедре общей физики, я выступал в мае прошлого года с докладом под этим же названием. И что изменилось за это время? Появилось три публикации, все они указаны в аннотации этого доклада. Если идти последовательно по размеру, то самое маленькое – это тезисы доклада на конференции, на двух страничках, в Московском физико-техническом институте, ежегодная конференция, прошлогодняя. Там, соответственно, в томе факультета аэрофизики и космических исследований, в первом томе, тезисы на его докладах под этим же названием опубликованы. Следующая публикация прошла – это в трудах конференции физической интерпретации теории относительности. Летом прошлого года она состоялась, месяц назад где-то вышел том в бумажном виде. И, в принципе, организаторы обещают открыть доступ к этому тому, но я не знаю когда. Обычно они где-нибудь в следующей конференции открывают, а это будет, если московская, то в 2015 году. Там текст занимает уже 11 страниц в печатном виде. И вот та версия, которая сейчас представляется, это полная версия. Буквально неделю назад вышла книжка моя «Основы инерциальной навигации». Там этот текст доклада, здесь презентация, а там текст полный, составляет 20 страниц. Это вводная часть этой книги. Ну а сам доклад, он основан на презентации, который, естественно, по объему текста, который здесь поместится, меньше. Где-то 60 слайдов, но по времени этот час небольшой для полной версии доклада. Начинаю с введения. Введение рассчитано на широкий круг людей, которые обладают некими базовыми сведениями по физике и математике, но могут ничего не знать об инерциальной навигации. И первое, с чего я начинаю, это формулирует четыре типовых вопроса по физике, заимствованных из статьи профессора Николая Московского государственного университета «Физический факультет». Вот у него была такая статья методическая, где-то 10 назад вышла. Именно так и называется. Четыре типовых вопроса по физике. Что это такое? Приведите пример. Как все относятся и сколько. Вот в применении нашей темы я отвечаю на соответствующие вопросы по инерциальной навигации. Для этого нужен рисунок. Что такое инерциальная навигация? Ответ, который я даю, звучит так. Задача инерциальных навигационных систем – определение положения объекта, без использования внешней информации. В скобочках пояснения в слепом полете. На самом деле, вот сразу видна техническая подоплека. В слепом полете это термин без авиации. Ну и то, что это к технике имеет отношение, это всем понятно. Но не только к технике. Инерциальная навигация имеет отношение. Поэтому на следующий вопрос, который звучит так. Приведите пример инерциальной навигационной системы. Она дает ответ совершенно из другой области, из области бионики или биологии. Ответ звучит так. Инерциальная навигационная система человека. Потому что каждый высокоразвитный живой организм, активно двигающийся, обладает некой встроенной системой инерциальных датчиков, которые позволяют определять, независимо от того, есть внешняя информация или нет, какое-то время определять пространственную ориентировку. Так это звучит. То есть в каком-то виде в интегрированной навигационной системе животного, в том числе и человека, как млекопитающего животного, есть тот систем, инерциальная навигационная система. Чтобы не быть голословным, к этому ответу еще есть пояснение. В очередном слайде. Здесь цитата из книги, которая так и называется, «Навигационная биология». Она в 80-е годы вышла, издательство «Машиностроение». Один из авторов известный специалист по навигации. В том числе, у него есть книга «Космическая навигация», по инерциальным навигационным приборам есть монография. Что за инерциальная скоростная биоскопия? Я пояснять особенно не буду, что именно. Потому что здесь я привожу как пример. Есть набор датчиков. Я датчиками в дальнейшем тексте доклада не занимаюсь. Звучит цитата так. У человека, например, в вестибулярных аппаратах имеются три биодатчика угловых ускорений. Один двухосный биоакселерометр, один многофункциональный биодатчик, выполняющий функции одноосного биоакселерометра, и вибрационного скоростного гироскопа. Ну, раз вопрос задан, я все-таки поясню. Если по акселерометрам вопроса нет, значит понятно. Измеритель ускорен. По вибрационному скоростному гироскопу можно сказать так. Вибрационный – это значит основан не на вращательном движении, а на колебателе. То есть, вот есть гироскопы, которые крутятся и сохраняют свою ось вращения. Есть гироскопы, они тоже так называются, маятникового типа. Нет, что-то колеблется. Ну и другое название – синоним колебательный, маятниковый вибрационный. Скоростной здесь имеется в виду, что именно мерят угловую скорость. То есть, не просто гироскопы, которые зафиксировали положение угловое, а именно измеритель угловой скорости. Имеется в виду, когда говорится скоростной. Следующий вопрос. Как соотносятся инерциальная навигация и физика? Инерциальная навигация – раздел механики. Механика – раздел физики. Но на сегодняшний день инерциальная навигация не раздел физики. Вот такие вот три тезиса приведены. Опять же, можно спорить по каждому из них, как это так и почему это так. Но тем не менее, сложившуюся ситуацию, грубо можно охарактеризовать именно тремя этими тезисами. И это достаточно стабильнее в ситуациях, когда она изменится, неизвестно. Это я и пытаюсь подчеркнуть ответом на следующий вопрос. Сколько времени потребуется, чтобы инерциальная навигация стала разделом физики? Ответ неизвестный. Ну, если пояснить чуть-чуть более подробно, то с точностью, условно говоря, до века можно конкретизировать ответ. Потому что я считаю, что вот то, что я рассказываю, вот я рассказываю об инерциальной навигации, как разделе механики, который возник в 20 веке. Математический аппарат, о котором я говорю, который применяется в инерциальной навигации, это 19 веке. Ну, а вот следующий, 21 век, это, по моим представлениям, уже то время, когда инерциальная навигация должна войти как составная часть в общий курс физики. Идем дальше. Это все еще продолжается объединение, но уже кончились ответы на вот такие вводные вопросы. Как подходит к инерциальной навигации традиционным образом? Как перейти от второго закона Ньютона, который обычно вкладывают в основу при изложении инерциальной навигации, к, собственно, уравнению инерциальной навигации. Первое уравнение, которое здесь приведено, оно взятое из учебника курс общей физики. Сомельева. Это митейший курс, зато всем известный. Достаточно краткий, в отличие от Севухина, например. Мне здесь важно то, что применимо обозначение буквы W, а не буквы A в этой записи второго закона Ньютона. Просто буква A, она может использоваться в разных смыслах. Я сейчас подчеркну, в каких именно. Так вот, во второй закон Ньютона входит полное ускорение, которое здесь обозначено буквой W. Дальше, как мы переходим к уравнению инерциальной навигации? Первый шаг, который мы делаем. Вспоминаем, что в механике Кьютона полное ускорение это вторая производная от радиуса вектора. Вот и записка. Вторая производная от радиуса вектора это полное ускорение. Ну и, соответственно, силу поделить на массу. А вот следующий принципиальный шаг, последняя строчка. Здесь уже записано, что R с двумя точками равно G плюс P. Это разделено на две принципиально разные составляющие полное ускорение. Выделено отдельно гравитационное ускорение, которое не измеряется от серверометрии. И добавлено, соответственно, ускорение, которое тоже часто обозначается буквой А, а вот здесь использована буква П. Ускорение, которое измеряется акселероном и которое называется, соответственно, не гравитационным, но в инновационной навигации чаще используется термин «кажущееся ускорение». Ну и часто еще говорят «обычное ускорение», в отличие от гравитационного, это «обычное ускорение», которое измеряется акселероном. И вот то уравнение, которое приведено, это первое уравнение в книге под названием «Введение в теорию бесплатформенных инерциальных навигационных систем» известных специалистов Франца и Шмаглевского. Это год издания 92-й, овец прошлого года. Следующий слайд. Чуть коснемся истоков инерциальной навигации. Вот здесь цитата приведена академикой Шмаглевского, у него есть статья, полное ее название «Истоки пространства инерциальной навигации». Там рассматривается ранняя история инерциальной навигации. Первые заявки, патенты, авторские заявки на метод определения положения объекта путем двойного интегрирования показаний акселерометров с учетом инерциальных ускорений, появились в начале 20-го века. Начало 20-го века. Ну, там доведено до 30-х годов в той статье, но вот эта фраза, инерциальная, которая здесь приведена, инерциальная навигация в наши дни, один из ярких примеров того, как идея, первоначально казавшаяся совершенно фантастической, находит свое реальное воплощение и прокладывает дорогу к широкому практическому определению, она написана или произнесена, поскольку эти тексты докладаны в Международной конференции уже в 80-е годы. То есть вот к концу прошлого века инерциальная навигация стала очень развитой в техническом плане и научным тоже разделом механики. Но в физику она не попала. Вот полвека назад была попытка ввести инерциальную навигацию в физику, притом не кем-нибудь, а Фейнманом. В предисловии к Фейнманским лекциям по физике, написанным самим Фейнманом, есть такая фраза. После лекции о вращающихся системах была прочитана лекция об инерциальной навигации, но, к сожалению, при издании ее опустили. Я не буду останавливаться на причинах, тем более там они не указаны. Отмечу только, что дальше я буду рассказывать, в общем-то, не традиционный подход, основанный на втором законе Ютуба, а подход, основанный на совершенно других принципах. В принципах в основу подхода кладется преобразование, связывающее инерциальную систему отчетов. Вот это центральное понятие, которое у меня будет присутствовать. И получилось так, что я еще это довернусь на год назад, поскольку здесь указан 2012, в 2012 году в начале мне предложили читать семестровый курс лекции, спецкурс для студентов, которые приходят в РКК «Энергию» на базовую кафедру управления движением по инерциальной навигации. Первое, что я сделал, это написал текст, который представляет собой концепцию этого курса. У меня получилось 9 лекций нужно прочитать по этой теме. Ну, фактически, я тогда ошибся, как неопытный преподаватель. Опыт показывает, что я укладываюсь только в 10 лекций этот материал прочитать. Тем не менее, этот материал был написан и, на удивление, быстро опубликован в журнале «Физическое образование в губахе» в 2012 году, 3-й выпуск. Ну, кстати, Владимир Иванович Николаев, который упоминал, он один из заместителей главного лекции этого журнала. Это статья, название которой присутствовало тоже в этом журнале опубликовано. Журнал хороший, хороший, на мой взгляд, журнал. Но я не могу сказать, что он известный. То есть, несмотря на то, что в составе совета журнала есть директор «Физтеха», есть заместитель главного редактора «Физтеха» работает, и в летколлегии есть представители «Физтеха». «Физтеха», в общем, он маловизвестен. На данный момент, например, в библиотеке «Физтеха» этот журнал не выписывал. Даже если бы она его выписывала, два года назад она его выписывала, например, этот третий номер не попал туда. Почему-то первый, второй есть, третий не попал, четвертый есть. Ну, и даже если бы он попал, то, в общем, ситуация от этого почему-то не изменилась так сильно, насколько я понимаю. Сколько я два года назад спросил в библиотеке этот журнал, мы сказали, а вы знаете, вы первый, кто его спрашивает. Ну, вот как-то вот журнал есть, и вроде хороший журнал, но особенно никто не интересуется. На этом введение у меня закончено. Дальше переходим к разделам доклада. Три раздела, если одним словом, как они в полном тексте, так, в статье это тоже попало в книгу, в этой книге, о которой я говорил, только уже, если доклад это годная часть, то статья по методике преподавания это заключительная часть. А основная часть это как раз текст эксплуатации. Итак, если краткие названия для этих трех разделов брать, то называются они числа, группы и задачи. Если более подробно, то первый раздел гиперкомплексные числа, кватернеоны и кватернеоны. Второй раздел группы преобразования, гиперкомплексные представления группы. И третий раздел теоретико-групповая, постановка задачи нациального ликарства. Самый большой раздел первый. Почему-то так получилось, что по кватернеонам, и кватернеонам материала много. И именно этот раздел, тем не менее, был исключен из доклада на конференции физической интерпретации теории относительности. Поскольку все-таки о кватернеонах, обикватернеонах сейчас уже широкая публика достаточно хорошо осведомлена. Итак, начиная с самого начала, с первого раздела. Гиперкомплексные числа. Первый пример, который приводит обычные комплексные числа. Насколько этот пример всем хорошо знаком. Дальше рассматриваются общие понятия гиперкомплексные числа. Достаточно просто понять, что если мы берем вместо одной необычной единицы и несколько единиц, и достаточно произвольную таблицу для их перемножения, то получается некая общая конструкция, которая называется гиперкомплексное число. Она не очень хорошо известна, но она в таком виде достаточно проста и понятна, если мне вдаваться подробностей и примеров. В том числе есть статья гиперкомплексные числа в мисопопедии для детей. А дальше проще всего начать с примеров. Поскольку есть общее понятие и есть размерность вот этой алгебраической системы чисел, начинаем с самых простейших. Одномерное гиперкомплексное число не бывает только одного вида вещественных числа. По крайней мере, те, которые нас не любят на уровне непрерывных числа. Двухкомпонентные числа – три вида. Три незамокных типа гиперкомплексных числовой системы. Широко известна среди них только одна комплексная числа. Вот она в программах вузовских курсах математики, физики, тоже есть. Два других типа значительно меньше известны. То есть есть еще два типа. Дуальные числа – там, где квадрат вот этой второй базисной единице равен нулю. И двойные числа – там, где квадрат второй базисной единице равен единице. Если наращивать размерность дальше, берем n равно 3, получаем уже достаточно большое количество различных числовых систем, но среди них нет интереса. Мы это и так пропускаем. Ну, прежде чем его пропустить, все-таки напомним, как выглядят некие свойства базисных единиц, которые нам понадобятся для простейших примеров. Если мы хотим взять экспонент от обычного числа, ее можно разделить на косинус гиперболический плюс синус гиперболический. Если мы берем от комплексного числа, ну, точнее, минус, там, где-то минус гиперболический стоят, то получается тригонометрический – косинус и синус. Когда двойные числа – ситуация аналогична той, которая была в вещественном случае, потому они двойные. Индивидуальных чисел – ряд для косинуса вырождается в единицу, ряд для синуса вырождается в один член. Линейный. Теперь переходим все-таки в этот скачок. Делаем, переходим к ватерниону, с открытия которых и начался интерес проявляться к этой проблематике. Сам интерес к гиперкомплексным числам возник исторически именно после открытия ватерниона, а не комплексных числов. Ватернион – это четырехмерная гиперкомплексная система. Одна из многих, но обладающая некими исключительными свойствами, которые заинтересовали математикой. Я сейчас на этих свойствах останавливаться не буду, но просто некий обзор. Вот здесь на этом слайде приведена запись ватерниона в виде последовательности из четырех компаний, либо вторая запись – это в виде многочленов. И рядышком приведена таблица умножения для портов, или вот этих базисных единиц гиперкомплекса, ватерниона. Ниже приведена последняя строка – это соотношение между этими ордами, которые эквивалентны таблицам, то есть из них легко получить эту таблицу. Просто исторически эта строчка возникла у Гамильтона I, и она до сих пор широко известна. В современных представлениях, например, в той же книжке Бранс и Шмаглевского, только выпущенной раньше, на 20 лет, которая называется «Применение кватерниона в задачах ориентации твердого тела», рассматривает следующий вид представления кватерниона. Ну, не только там, естественно, это просто исторически сложилось, что кватернион рассматривает как сумма скаляра и вектор. Есть скалярная часть, одна компонент, и есть векторная часть. Там три компонента и три соответствующие порты. Здесь показано, как вычисляется произведение кватерниона. Вот есть у нас таблица умножения. Если мы эту таблицу умножения применим, перемножим два кватерниона, получим третий кватернион, естественно, такого же вида, и вот здесь уже как бы сокращенная несколько запись, не по компонентной, а вот скалярный вектор. Поэтому появляются скалярные произведения векторов, векторные произведения векторов. И единственная особенность, на которую я хочу обратить особое внимание, это то, что вектор, тот, который в этой записи присутствует, он мнимый на самом деле. Если посчитать квадрат вектор, то в соответствии с вот той таблицей, там, где стоят минус единицы на диагонале, квадрат вектора получается в общем случае отрицательный. И это, на самом деле, большое препятствие оказалось для внедрения кватерниона. То есть потом уже из кватернионов выделилось векторное исчисление, обычное в нашем понимании, с обычным вектором, квадрат, который положительный. Векторное исчисление вошло в курсы математики средней школы, а про квадратнионы вообще на некоторое время забыли. Посмотрим, как эта ситуация развивалась. Сначала, в XIX веке, открытие кватернионов было оценено очень высоко. Сейчас у меня будет серия цитат, показывающих волнообразный процесс интереса кватернионов. Приведены цитаты. Сначала цитаты Максвелла. Звучит она так. Изобретение кватернионов. Шаг вперед к пониманию величин, связанных с пространством. Оно сравнимо по своему значению с изобретенной Декартом системой координаций. Следующая цитата Анли Куанкаш. Это была революция в аритметике, подобная той, которую совершил Лобачевский в геометрии. Это XIX веке. Дальше, чуть-чуть позже, хотя совсем не намного позже. Цитата Феликса Клейбер. Во всяком случае, видно, насколько точно приспособлены кватернионы к изображению ортогональных подстановок трех или четырех перемен. Они могут применяться с пользой всюду, где заходит речь о таких подстановках. Напротив, вряд ли кто-нибудь сейчас видит в них универсальное целебное средство от всех недостатков геометрии, как порой казалось Гамильтон и его ученикам. Следующая цитата. Юкава, Нобелевский урел. Язык кватернионов теперь уже не выдвигают на первый план. Однако, при взгляде из XX века обнаруживается, что кватернионы сильно напоминают спиноры, играющие важную роль в квантовой механике. Так может быть, при создании кватернионов Гамильтон смотрел далеко вперед? Следующая цитата. Находим их пантряги. Кватернионы были построены из обобщательских соображений. Это была попытка обобщить комплексные числа, но она не дала ценных результатов. По сравнению с тем значением, которое имеют действительные и комплексные числа в математике, роль в кватернионах ничтожна. И вот несколько обезвеченные цитаты из физического энциклопедического словаря, вышедшего в 1988 году. В середине XIX века кватернионы воспринимались как обобщение понятия числа, призванное играть в науке столью значительную роль, как и комплексные числа. Со временем, однако, стало ясно, что роль кватернионов ни в какой деле не может быть сравнима с ролью комплексных чисел, имеющих многочисленные и разнообразные приложения. А дальше, с конца XX века, на самом деле идет обратная волна, новый подъем интересов кватернионов. И не только к ним, а вообще к комплексным числам. Вот цитата Академии Харнольфа. Это из книжки, которая выпущена в начале XXI века. Теории комплексных чисел, кватернионов и спинок относятся к небольшому числу наиболее фундаментальных частей геометрии, имеющих наиболее важные приложения в их письке. Академик Равшинбах. Книги Бранца и Шмаглевского, здесь имеется в виду его на книгу 73-го года, дано развитие классических работ геометрионов по кватернионному исчислению, применительных задачам механики твердого тела. Интересно отметить, что в США, независимо от работы этих авторов, пришли к тем же выводам, и управление Американской орбитальной станцией Skyler велось с использованием кватернионного исчисления. Сама эта статья, из которой взята цитата, она опубликована тоже в начале XXI века. Хотя исторически я как раз о кватернионах первый раз узнал из лекций Равшинбаха. Последняя лекция по введению в теорию космического полета он специально посвящал кватернионам. Тогда он заведовал кафедрой теоретической механики на фистике. Итак, вернемся к вычислению произведения кватернионов. Только выделим теперь в явном виде мнимую единицу из вектора, чтобы она там не сидела, спрятанная, а в явном виде оттуда ее вытащить. Тогда кватернион записывается как скалят плюс мнимый вектор. Ну и более привычное обозначение для векторных, вещественных векторных орбит EX, EY, EZ. Вычисляя произведения двух патернионов, на уровне компонент ничего не меняется. Даже вот эти выражения для скалярной векторной части, они не поменяются. Здесь вот, там где векторные произведения, только единственное, что орбиты поменялись. Были и ЖК, стали EX, EY, EZ. Я бы поставил еще минус, обозначил, это не есть ли EX, EY, EZ, EY, EZ, матрицы Пауле. Все правильно. Вот я как раз воспринимаю матрицы Пауле как порождение того периода, когда матрицы заполонили все, в том числе и традиционные области применения кватернионов, вводились кватернионные единицы, как матрицы специального вида. А о кватернионах, о бикватернионах вообще не упоминалось. Ну, математически это каймерсинг эквивалентно, можно обозначать σ, можно E, можно ставить знак минус, можно не ставить знак минус, но мне оказалось более удобным в таком виде представить все это дело. Тот вектор, который здесь используется, это уже обычный вещественный вектор со всеми нормальными свойствами, с положительным квадратом. Переходим от кватернионов к бикватернионам. И прежде всего к бикватернионам гемельтонов, то есть кватернионам с комплексными коэффициентами. Вот этот шаг, он тяжелый для математики. Вводятся свойства, например, появляется делитель нуля, на самом деле, которые выбрасывают вот эту систему из набора исключительных алгебр, выделенных математиками, по каким-то своим критериям. Но вот в физике, на самом деле, больше применений нашли именно такие, комплексные кватернионы. Кватернионы с комплексными коэффициентами. Можно по-разному записывать. Можно записывать комплексное число и в качестве коэффициента вставить кватернион. Можно записывать квадратнионы, ставить в качестве коэффициента комплексные числа. Можно расписать вот в виде восьми компонентного числа с вещественным коэффициентом. Но, тем не менее, самое простое, можно и как матрица. Матричная программа не упоминает в сегодняшнем докладе. Итак, есть вот такая система, называется комплексный экваторнион, или бикваторнионный гометон. Я здесь уточняю, что именно гометоны, хотя в физике, говоря о бикваторнионах, обычно не уточняют, какие имена. Если физик говорит бикваторнион, он имеет в виду комплексный экваторнион. Видео, это вот бикваторнионный гометон. Вот цитата из книги, которая была первый раз издана в Минске, в 89-й год, второй раз переиздана уже в начало 21-го века в Москве. Движение по цепочке, комплексные числа, экваторнионы, бикваторнионы – наиболее простой и эффективный путь к практическому освоению многих разделов и методов современной теоретической физики, особенно на начальном этапе обучения. Практика показывает, что даже ученики старших классов легко усваивают навыки работы с экваторнионами и экваторнионными параметризациями таких важнейших физических групп, как группа вращений и группа Лориаса. Вот это направление, которое заняло свою нишу – применение квадронионов для описания группы Лориаса. Оно сейчас достаточно широко развито и известно. Теперь следующее направление. Следующее расширение квадронионов уже в другую сторону. Квадронионы с дуальными коэффициентами. То есть в качестве коэффициентов в квадронион ставятся числа дуальных, те, у которых необычная мнимая единица. Эпсила – квадрат, который равен нулю. Ну и название ее, соответственно, дуальная единица. Правда, есть еще другое название – множитель Клиффер. Поскольку исторически Клиффер-то вообще вот эта система, где квадронионы Гамильтона появились практически сразу после обычных квадронионов, а Клиффер где-то лет через 30 распространил этот подход на другие двумерные системы. То есть использовал квадронионы наряду с комплексными числами, дуальными и двоюными. Исторически при жилисти, наибольшее распространение получили именно дуальные квадронионы. Почему? Потому что они описывают группу перемещений твердого тела. Практически важная задача. Итак, выглядят они почти так же. То есть это восьмимерная гиперкомплексная числовая система. Можно рассматривать как квадронионы с дуальными коэффициентами, можно рассматривать как дуальные числа, у которых коэффициенты квадронионов. А то это суть не меняется. Цитата. Цитата теперь уже механика, а не физика. Если механики говорят о биквадронионах, то они имеют в виду дуальные квадронионы или биквадронионы Клиффер. Цитата звучит так. Интенсивное развитие техники в 20-21 веках послужило новым стимулом для эффективного использования биквадронионов в прикладных исследованиях. Биквадронионы применяются при изучении кинематики, пространственных, шарнирных и гибких механизмов, задачах оптимизации перемещения твердых тел, в инерциальной навигации, в теории гироскопов и так далее. Значит, останавливаясь еще, слайд у меня нет, но тем не менее. Есть еще широко известное, так называемое, удвоение квадронионов, когда получаются октавы, не ассоциативные алгоритмы. Вот здесь, в отличие от октав, эти два расширения, которые я рассмотрел, они ассоциативны. Свойства ассоциативности сохраняются. Октавы в моем докладе отсутствуют. Так, а вот последний слайд, который я показывал из первой части. Естественно, попытка обобщить то и другое, собрать все вместе, поскольку для инерциальной навигации мне нужны будут и группы, которые описывают группу ловицы, и группы, которые описывают перемещения твердых тел. Я рассматриваю комплексно дуальный квадронион. 16-компонентная гиперкомплексная числовая система. В качестве базы используются дуальные числа, комплексные числа и квадронион. В любом порядке подставляем, в качестве коэффициентов тоже будет 3-е. 2 на 2 на 4 получаем 16 компонентов. И епсилон коммутирует? И епсилон коммутирует. Значит, изначально у меня были попытки найти систему, где бы мне что нужно было? Обычная единица, дуальная единица и мнимая единица. Вот такой трехмерной системы не нашлось. Ну так же, как у квадрониона, не нашлось хорошей системы триплетов у Гамильтона, чтобы использовать для описания поворота в пространстве трехкомпонентные числа. Пришлось использовать четырехкомпонентные. Вот примерно аналогичная ситуация. Хорошая система, где были бы числа, у которых квадрат равен единице, было бы число, у которого квадрат равен нулю, и число, у которого квадрат равен минус единице, нет. Зато есть простая система четырехкомпонентных чисел. Комплексные числа с дуальными коэффициентами, или они же дуальные числа с комплексными коэффициентами. Она простая в том смысле, что все коммутирует, да, все независимо как бы одно от другого. Но есть четвертая вот эта единица, ε, которую я не стал обозначать каким-то новым символом. Нет смысла. Пусть будет два символа, зато видно происхождение, видны свойства. То есть квадрат есть, а это тоже? Да, если квадрат есть, значит обнулятся. Если у нас ряд, где ε, то все члены, кроме нулевого степени первой, обнулятся. Это сильно облегчает вычисление. Но это, с другой стороны, не приводит к принципиальным вычислительным преимуществам. То есть, если мы используем квадролионы вместо чего-то другое, это приводит к большим вычислительным преимуществам. А если мы дополнительно в квадрате не он и дуальное, то есть вот эти вот степени свободы используем, то там вычислительных преимуществ особых нет. Есть некое идеологическое понимание, что можно так работать, что можно смотреть на это с другой стороны, но принципиальных вычислительных преимуществ там не возникает, по сравнению с теми, которые уже были получены в квадролионах. Там ведь проблема в чем? Есть трехмерные параметризации группы вращений, но они вырождают. Неудобные они для численного решения уравнения. А в квадролионах все хорошо. Поэтому квадролионы сейчас вытесняют все остальные решения. Что-то не сообразуют. Когда у нас есть квадролионы, то у нас все направления векторные равноправные. Их базис и жидко, мы будем вращать как хотим, из-за этого таблица умножения не меняется. А когда мы берем такие комплексно-дуальные квадролионы, плоскость натянутая на ε и ε, и ε, там направления равноправные или нет? Нет, вот здесь присутствуют четыре вектора. Четыре скаляра, четыре вектора. Все вектора, это обычные вещественные вектора в этой записи. Вещественный вектор. При векторе еще стоит какой-то... Вот если вот мы возьмем... Множитель. Скажем, скалярную часть. В этой скалярной части возьмем плоскость натянутую на ε и ε. То в этой плоскости есть выдвинутая пропилка? Или в ней можно вращать базис к такому? Если мы заменим ε, плоскость ε и ε, то это будет изоморфизмом или нет? Естественно, здесь уже различаются. Это направление, как бы, в этом многомерном пространстве. Если это рассматривать, допустим, только скаляры, да, как бы, четырехмерное пространство, каждое направление выделено. Нет здесь такого равенства между этими портами, как было в векторах. Вот в векторах действительно работает циклическая замена переменных, там все хорошо. Здесь каждая ось своя. Единственное, что на первый взгляд 16 компонентов вроде бы много, но зато работать просто. Вот здесь приведены три формулы. Рассматриваем число как многочлен, и вот этих трех формул, и квадрат равно минус единице, и акцион квадрат равно нулю, и правило умножения для векторов, вот такое, которое выписано. И оно, больше ничего не надо. Дальше работаем как с обычными числами. Есть какие-то особенности, но они уже не принципиальны по сравнению с теми, которые уже появились особенности на том уровне, когда мы обобщали квадратнион. То есть вот те же делители нуля, да, они здесь присутствуют, но они и в бикватронионах уже есть. Ничего хуже не становится. Теперь переходим к второму разделу. касающегося теории группы. То есть все, что мы делали до этого, это мы развлекались числами, но числа нам нужны для того, чтобы описывать группы. Поскольку центральное понятие в моем подходе это преобразование, преобразование образует группы, чтобы описывать группы, нам нужен какой-то хороший механизм. Механизм этот предоставляет числа. Ну как, без числа? Без чисел ничего вычислить нельзя. А группы, они в этом смысле адекватны природе. Они способствуют пониманию. Но вычислить с помощью них непосредственно что-то тяжелое, потому что это не число. Итак, тот подход, который я рассматриваю, в частности подход к геометрии, можно выразить следующими словами. Цитата из Анри Пуанкартина. То, что мы называем геометрией, есть не что иное, как изучение формальных свойств некоторой группы. Так что мы можем сказать, пространство есть группа. Если смотреть на эту цитату, как она сформулирована, то из этой классификации выпадают, например, Риммановы геометрии, ну и, соответственно, псевдориммановы. То есть подход, связанный с общей теорией относительности, я не рассматриваю. В принципе, он не укладывается в рамки вот этого подхода, основанного на группу. Идем дальше. То, что я развиваю, это на самом деле подход, который напрямую применим к специальной теории относительности. И вот цитата из Паули. В основе специальной теории относительности лежит математическое понятие группы. Ну, известно, такую группу по Анкаре, но мы на этом сейчас останавливаться не будем. Здесь вот большая серия цитат, они пока идеологические. К описанию групп мы перейдем в следующей части этого раздела. Следующая цитата. Известная специалиста Ромер и Кер. Развитие физики в последние годы обратило в известном смысле соотношение между уравнениями движения и группами симметрии. Теперь группы симметрии физической системы выступают на первый план. Таким образом, группы оказываются первичным, наиболее глубоким элементом физического описания природы. Следующая цитата. Опа. Академия Опа. На ландшафт современной физики надо смотреть с высшей точки зрения. Не из-за врага истории, а с вершинных принципов симметрии. Принципы симметрии здесь на самом деле как эквивалент. С вершинных принципов, которые определяются теоретикой групповым подходом. Ну, в физике на самом деле это фиша, где используется теория групп, это специальная теория относительности, и специалисты по элементарным частицам очень уважают этот подход. А что касается общей теории относительности, это совсем другой подход. Еще одна цитата, достаточно длинная. Это цитата известного историка физики Владимира Павловича Безгина. Выбор теоретико-групповой концепции определяется не только тем, что она в 20 веке, как мы пытались показать, выдвинулась в лидеры среди других математических теорий, находящих применение в физике. Дело в том, что она является адекватным математическим выражением фундаментальных физических концепций, лежащих в основе структуры физических теорий, как они понимаются в настоящее время. И последняя цитата. Громов, Сатироси. Итак, если классическая механика представляет собой теорию движения тел, основанную на группе Галилея, то специальная теория относительности это такая физическая теория, группой симметрии которой является группа Пуанкаре. Это цитата уже из школьного учебника. Сейчас состояние такое, далеко не в каждом школьном учебнике можно найти элементы именно теоретики группового подхода к физике. Но, тем не менее, такой подход есть, и он может быть изложен на уровне, доступном школьнику старших классов. А теперь посмотрим, как описываются группы на основе тех чисел, которые мы рассмотрели. Начинаем с группы вращений твердого тела. Элементы группы вращений называются поворотами или тоже вращений. Тут чуть-чуть расхождение в терминологии. Постоявшиеся словосочетания группы вращений, а элементы называются по-разному. В механике принято все-таки поворот, а не вращение, говорим. Итак, есть у нас некое вращение. Обозначено большой буквой тета вращение на угол, определяемый параметром вектором маленькой тета. Параметр мы будем обозначать маленьким, вектором тета. То есть каждое вращение определяется неким вектором, вектором ориентации или вектором эйлера, как его называют. То есть надо повернуть вокруг оси определяемое направление вектора на угол, определяемый величиной вектора. Вот этот вектор тета, он и характеризует поворот. Так вот, квотернионы, которые используются для описания поворотов, выглядят вот таким образом. е в степени и тета пополам. Называются они нормированными квотернионами. Если взять там норму, то получится и делить для такого вида куберниона. Но я сейчас не буду останавливаться на этой норме, я просто показываю, что можно расписать эту экспоненту так же, как я писал формулу эйлера. Все то же самое, только добавляется символ вектора для параметра. Ну и плюс еще вот эти одни... Одна-вторая может смущать, но она тоже имеет хороший физический смысл, на который я сейчас останавливаться не буду. Единственное, что если мы не будем использовать эту одну-вторую, то получится неправильный результат композиции двух поворотов. То есть если мы сначала выполняем один поворот, потом второй поворот, то в результате получаем тоже поворот. Задача стоит в том, чтобы по параметрам двух составляющих поворотов найти параметр результирующего поворота. По механике эта половинка связана со спином 1-го поворота. Замечательно. Итак, мы сопоставили поворотом число, мы сопоставляем композиции поворотов произведения чисел. Слева выписано в символическом видео обозначение геометрических поворотов, потом следующий поворот, результирующий поворот. Справа выписана аналогичная формула для чисел. Кватернион поворота умножить на следующий кватернион поворота, получаем результирующий кватернион поворота. Все хорошо работает. Особенность, которая здесь подчеркнута, это то, что пространственные повороты в общем случае не коммутируют. То есть, выполнить один поворот, потом другой поворот, это не то же самое, что выполнить сначала второй, потом первый. Результаты могут отличаться. Это замечательно описывается в кватернионах. Некомутативность кватернионов именно здесь и работает. Закончим с группой вращений и ее описанием с помощью кватерниона. Переходим к группе перемещений твердого тела. Помимо поворота появляются еще переносы. Группа стала вместо трехпараметрической шестипараметрической. Вместо одного вектора, который характеризует элементы группы, нам нужно два вектора. Один вектор, который характеризует поворот, другой, который характеризует перенос. Переносы. Композиция переноса подчисляется легко. Если мы имеем перенос на вектор R1 и перенос на вектор R2, то в результате получится тоже перенос. И в отличие от поворотов, правило сложения переносов очень просто. Векторное сложение параметров. Числа, которые ставятся в соответствии переноса, отличаются от чисел, которые ставятся в соответствии поворотов только тем, что мы добавляем множители клейков перед вектором, характеризующим это преобразование. То есть вот ε сюда добавили, соответственно, у нас при разложении в ряд обнулились все члены, начиная со второй степени, линейные сложились, обратно возводим в экспоненту и получаем правило сложения векторов такое же, как и без использования векторного. Тем не менее, механизм вот этот работает. Если мы пытаемся переставить поворот и перенос, как известно, эти преобразования не коммутируют. То есть если выполнить шаг вперед, потом повернуть направо, то это не то же самое, что сначала повернуть направо, потом выполнить шаг вперед. Все это хорошо работает и описывается формулами вот такого типа, которые приведены внизу. Некомутативность операции перестановки, поворота и переноса. Приходится менять параметр переноса, поворачивать это петро. Эта группа, которую мы только что рассмотрели, она тоже имеет разные названия. В механике принята, соответственно, группа перемещений твердого тела. В математике по-разному называют группа движений, или гипплидовая группа, или группа гипплид. Теперь идем в другую сторону. Только что мы рассмотрели применение бикватернионов Клиффорда, теперь рассматриваем применение бикватернионов Гамильтона для описания шести параметрической группы Лоренца. Группа Лоренца отличается от группы вращений тем, что мы добавили еще один тип элементарных преобразований, которые называются специальными преобразованиями Лоренца, или одним словом бусты, релятивистские бусты. Вот это преобразование, обозначенное буквой В большое, а параметр здесь использован, ну, В большое, потому что напоминание о том, что связано со скоростью, а Пси, который вектор, в качестве параметра используется параметр скорости, более удобный специальный теоретный осетин. Число, которое сопоставляется в бусты, записывается вот в таком виде, Е в степени Пси пополам, и здесь уже без всяких дополнительных каких-то символов. То есть модуль Пси – это быстрота, там на секимболичная скорость разъединится. В равно тангенс гиперболический Пси. Ну, если безразмерных единицах скорость, то вот такая форма. Если ставить вектор, то ставим вектор. Тангенс функции нечетный, а вектор единичный нужно вынести за знак. Там стоит Пси пополам. Для того, чтобы получить... А скорость Пси? А формула вот такая. Связь параметра скорости, или гиперболического угла поворота, другое название, с обычной скоростью, ну, поделенной на С, если нам нужно сохранять различия между метрами и секундами. Формула вот такая. Итак, правильные формулы получаются, если мы ставим половинку и здесь. Все особенности, которые есть в группе Лоренца, адекватно описываются этим формализмом. То есть, здесь какие примеры приведены? Если мы хотим последовательно выполнить два густра с непараллельными параметрами, то их нельзя заменять одним густером. Приходится вводить преобразование как бы общего вида, состоящее из густа и пространственного поворота. Вот такое явление незамкнутости густа при литеринстве. И оно совершенно аналогично имеет отображение. Тут все полностью эквивалентно. Число такого вида на число такого вида не дает число вот такого же вида. Приходится вводить еще число, которое имеет мнимую единицу перед вектором, перед вторым. С точки зрения перестановки местами, густа и поворота, ситуация аналогична перестановке поворота и переноса. Тоже поворот остается неизменным, а параметр густа приходится поворачивать. И это все хорошо работает. Не только на этих конкретных примерах, но если нам нужна большая последовательность, там много поворотов, много густа друг за другом выполнить, мы все это можем свести к одному преобразованию ловинца, который можно разложить вот на такую последовательность, густ и поворот. все это хорошо работает. И это все, в принципе, хорошо известно. Идем дальше. Принципиальная трудность, с которой мы сталкиваемся при попытке объединить все вместе, то есть описать с помощью этого механизма и переносы, и повороты, и бусты, разникает, как только мы пытаемся переставить числа, сопоставленные переносным и бустым местами. Вот при попытке переставить числа такого вида, приходится вводить число третьего вида, где стоит в чистом виде эпсиума перед вектором. Таких чисел у нас еще не было, но чисто из математики получается так, что приходится их вводить. В символическом виде, переходя вот к такой алгебраической записи к геометрии, соответственно, нам нужно вводить некое новое элементарное векторное преобразование и вводить для него новое обозначение. Здесь оно обозначено большой буквой фи, параметры его маленькой буквой фи. Вот такая ситуация. Если мы соберем то, что мы получили в единую таблицу, то есть рассмотрим все вот эти соотношения, которые позволяют складывать преобразование одного типа или переставлять местами преобразование разного типа, получим следующую таблицу. В ней записаны следующие символы. Вот здесь все символы, которые мы вводили. Плюс еще появился символ Т, я потом объясню, что это такое. Пока мы на предыдущих слайдах имели символ для переноса, для поворота, для буст и вот этот, ну, появившийся. И числа им сопоставлялись. Вот такие. Было у нас рассмотрено явление незамкнутости бустов, когда мы в бусте один выполняли, потом другой. И получалось, что надо вводить преобразование нового типа. Здесь в табличке это отражено тем, что поставлен этот символ Т на том месте, где мы вкладываем бусты. То, что уже было изначально, мы не выписываем, а вот то, что вновь появляется, выписываем. Дальше была формула для перестановки пусто и переноса. Появлялось у нас преобразование нового типа, которое мы обозначили Пи, и, соответственно, сюда мы поставили Пи и Пи. Табличка симметрична относительно диагонали, поэтому это практически ничего нового не дает. Но есть еще одна заполненная клеточка в этой таблице. Когда мы преобразование вот этого нового типа, ну, или числа вот такого типа, пытаемся переставить бустами, то тогда у нас появляются числа вот такого типа, которые сопоставлены переносом. Поэтому в табличке появляются еще две заполненные клеточки, где появляются переносы. А теперь дальше. Что у нас еще есть в этой таблице? Есть так называемое преобразование переноса во время. Почему оно появилось? Потому что мы изначально хотели описать всю группу движений пространства-время. Ну, поскольку подход позволял описывать в рамках специальной теории относительности, бусты, например, легко, то то, что нам оставалось ввести, это еще перенос во время. То преобразование, которое есть в группе Куангар. Соответственно, ему надо было сопоставить какие-то числа. Мы их сопоставили. У нас есть скалярные числа, которые можно сопоставить переносом во время. И получили здесь пустые строки и столкцы. А теперь мы видим, что то, что у нас получилось в итоге, это не 10-ти параметрическая группа, а 13-ти параметрическая. 1 скалярный параметр, 4 вектора. 4 умножить на 3 плюс 1, 13 параметров. Их не 16, как в общем случае вот тех компонентов. Нам просто физически не нужно пока вводить и использовать эти преобразования. Их вот как минимум 13. Когда мы вводим то, что нам должно понадобиться, переносы, повороты и бусты, плюс перенос во времени, то уже из групповых свойств умножения этих чисел мы получаем, что группа как минимум 13 параметрическая. То есть мы получили не ту группу, которую мы хотели описать, не группу Пуанкаре. Более того, в этой группе нет подгруппы, заморженной группы Пуанкаре. Зато мы посмотрим на основе вот этого механизма, как же группа Пуанкаре, например, выглядят при таком подходе, при таком грубом описании. Следующий слайд посвящен именно группе Пуанкаре. Там ничего нового, кроме тех четырех преобразований, которые вот здесь фигурируют, появиться в принципе не может. Группа Пуанкаре известна, мы можем складывать преобразования элементарные из этой группы, переставлять их, смотреть, что получится. Что получается? На диагонали остается вот этот вот эффект незамкнутый спи-бусток, его еще называют иногда в энциклопедиях прецессии Томаса, хотя нормальные прецессии Томаса это очень косвенное отношение имеет. Дальше. При попытке переставить местами бусты и переносы появляется новое преобразование. Но это не то, которое векторный фиг, а это перенос во времени. И при попытке переставить перенос во времени с бустом появляется тоже новое преобразование, но это обычный перенос в пространство. Вот таким образом выглядит взаимосвязь элементарных преобразований на уровне группы Панкары, которые нам нужны. Теперь на основе того же подхода смотрим, как выглядит группа Галилея. Она выглядит проще. Исчезла вот эта вот незамкнутость густы, потому что нерелитивистские густы это преобразование Галилеи, а не преобразование Логи. Преобразование Галилея замкнуто. Там просто векторное сложение параметров скоростей происходит, ничего нового в принципе не появляется, никаких поворотов. Поэтому этот тренд исчезает. Исчезла незамкнутость при перестановке параллельного переноса и бусты. Эти клеточки тоже освободились, но осталась незамкнутость при перестановке переноса во времени и густы. При этом появляется перенос в пространстве. Вот это принципиальный эффект. Почему у нас его не было при описании с помощью чисел непосредственно так? Потому что числа, которые мы использовали для описания переноса во времени, это скалярные числа, а скалярные числа при умножении коммутируются любыми другими. Поэтому в той табличке, которая была нарисована, 5 на 7, там были пустые строка и столбик. А вот здесь этот эффект принципиальный. На самом деле он настолько принципиален, что легко можно доказать, что та 13-ти параметрическая группа, которая появилась у нас естественным образом при сопоставлении чисел преобразованием, она физически работает только на уровне подгруппы, а в целом она неправильно описывает нашу. На этом почти закончен второй раздел. Единственное, что я хочу в заключение сказать, что если мы пытаемся ввести вот такие аксиомы, типа того, который мы рассматривали, то мы сопоставили числа переноса. определенного вида числа. Мы сопоставили числа 200. Мы хотим, чтобы композиция преобразования описывалась умножением чисел. И при этом мы хотим еще оставаться в рамках специальной теории относительности, ну или что то же самое, в рамках группы План-Каре описывать все пространственно-временные преобразования. Вот эта система аксиомы, она противоречит несовместной системе аксиомы. Вот набрали мы 4 аксиомы, и все, в комплексе они не работают. Логическое противоречие. Но любую из них мы убираем, получаем логически согласованную систему. Я не говорю физически адекватную, я говорю логически согласованную, не противоречивую. Убираем какое-нибудь первое, второе или третье, получаем одну из формулировок специальной теории относительности. Убираем последнее, получаем не специальную теорию относительности. Я вот эту вот куатернионную теорию, которая, как оказалось, физически неадекватна. Второй раздел на этом закончен. Теперь третий раздел, собственно, основной раздел доклада, поскольку доклад посвящен физико-математическим основам инерциальной навигации, в качестве математических основ, рассматривая прежде всего числа, ну и группы, в качестве физических уже фигурирует и группа, поскольку группа это как раз механизм для построения классификации физических теорий. А теперь рассматриваем задачу инерциальной навигации. Начинаем с символического уравнения. Который выглядит вот таким образом. Что здесь написано? Это теоретика групповой уравнения, прежде всего. Все, что здесь есть, это либо элементы группы, либо операция групповая. Ну, либо знак равенца, поскольку это уравнение. И вот здесь выписано три элемента группы. Один значок, который означает композицию элементов группы, причем он выписан в явном виде, поскольку операция не коммутативна. Ну и знак равенца. Что физически стоит за этими символами? Какие особенности есть? Каждый из этих символов означает преобразование, переход от одной системы отчета к другой. От той, которая вытеслена первой, вот, например, для этого преобразования, от И в Е, от ТАВ. У нас что-то в 8 часов уже кто-то в эту аудиторию сказал. Если 8 часов заказано, тогда лучше не продолжать, потому что я только в начале этого раздела. Тогда, может быть, коротенько резюмируем? Коротенько резюмируем. Я успел рассказать два больших раздела, связанных с использованием гиперкомплексных чисел, то есть квотернионы, обобщение их. Комплексные квотернионы, дуальные квотернионы, комплекс мутуальных квотернионов. Это раздел математики, но математики удобно для описания пространственно-временных преобразований. Второй большой раздел. Я рассмотрел группу, использующуюся физик, широко использующуюся, группа вращений, группа Лоренца, группа перемещений, и попытался еще на этом же механизме описать группу Пуанкаре. Выявились некие особенности. Пришлось рассматривать группу Галилея отдельно, группу Пуанкаре отдельно и возникшую вот эту 13-ти параметрическую квотернионную группу. На уровне математики все три системы имеют право на существование. с точки зрения эрландгенского подхода к геометрии Клейна на каждой из этих групп можно построить свою геометрию. Имея геометрию, можно каждую пытаться физически интерпретировать, то есть строить физическую клеу. Но этот, это уже материал, который я не успел рассказать. Я имею в виду коротенький комментарий, что когда мы разводим дуальную единицу и милую единицу, мы все-таки, похоже, не вполне правы, у нас возникает симметрия. В плоскости, натянутой на епсил и епсил, мы можем делать поворот. Это будет симметрия. Я вот проверил таблицу умножения при таком повороте, в этом плоскости переходит в себя. И, возможно, это как раз связано с той проблемой, что мы, вводя комплексно-дуальную группу кватернеона, получаете лишний параметр. Дело в том, что ведь вы, когда вводите обычные кватернеоны, то вы описываете не группу поворотов, не СУ3. Вы вместо этого описываете группу СУ2. И группа СУ3 не является подгруппой СУ2, она является фактором группы по подгруппе СУ2. И связано это с тем, что, собственно, когда мы описываем поворот вектора, то мы этот вектор должны с одной стороны умножить на экспонент, а с другой стороны на обратно. И общий знак тут уходит. И, может быть, если мы учтем, будем аналогичным образом в виде такого же бутерброда, когда с одной стороны экспонент, а с другой стороны обратно, рассматривать преобразование из такой группы, может быть, тогда мы избавимся от лишних параметров, может быть, они тоже уйдут, и мы получим группу по Анкаре, не как подгруппу, а как фактор группы вот этого, вот эта ваша 13-прометарическая группа. Тут можно попробовать посмотреть, что там будет. Ну, сходу я, вряд ли, смогу чем-то ответить. Потому что замечание было по крайней мере не одно, одно касалось поворотов плоскости. Я думаю, что это одно с другим связано, потому что мы такие же повороты, только уже в нескольких плоскостях сможем делать и для дуального комплекса. Дело в том, что исходным все-таки в этом подходе центральным является группа, а числа это способ описания. Да, но мы уже на примере группы поворотов мы получаем группу поворотов не как подгруппу, а как фактор. Ладно, давайте поблагодарим докладчик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ